А чем живет молодежь в Израиле? Образование у нас намного лучшее образование. У нас это здесь? Да, ну, в Молдове, потому что мы намного развитием, мы намного лучше умеем рассуждать. В Израиле ты редко встречаешь, допустим, девушку моего возраста, 19 лет, которая будет заинтересована книгами, будет заинтересоваться в учебе, потому что в Израиле очень мало кто идет учиться, потому что все считают, что армия важнее. Я заметила, что немного настроены люди на обучение в Израиле, в основном это мигранты из других стран. И если сказать по-честному, то я считаю, что Израиль абсолютно держится на русской, потому что специалисты в любых сферах — это только русские люди. И очень мало израильтян, которые добиваются таких успехов, как мигранты, которые приехали из-за границы. Общаешься ли ты с другими мигрантами? Как они попали в Израиль? Все ли легально попадают в Израиль? А если не легально, то с какими сложностями можно столкнуться? В основном в Израиль попасть очень тяжело. То есть ты попадаешь туда либо через связи, и тебя устраивают там беженцам, и то это только на некоторое время, и потом ты, конечно, можешь сделать себе визу, и у тебя проверят абсолютно все документы от начала до конца, чтобы у тебя не было никакой судимости, и у тебя не было никаких проблем вообще с полицией связанных. Да, очень много мигрантов, очень много французов, которые служат со мной в армии. Они также летели по программе. Есть люди, которые прилетели с родителями. А вот есть такие, может быть, кто хочет все-таки вернуться домой из твоих сверстников, молодежи? Да, есть такие, очень много, потому что не все могут свыкнуться с ментальностью, потому что это абсолютно другие люди. Они абсолютно по-другому реагируют на вещи, и абсолютно по-другому реагируют, можно говорить так, на русский. Есть люди, которые их любят, есть люди, которые их терпеть не могут. Поэтому не всегда легко бывает. А в чем вот разница в нашем менталитете и все-таки какие там люди? Это люди, у которых нет терпения, они не будут долго ждать. Если они что-то хотят, это нужно им дать здесь и сейчас. У них нету никаких комплексов, никаких стеснений. И они могут тебе сказать все, что угодно. Если мы хоть немножко как-то закрыты, и мы выбираем, что говорить, они нет.